еле приехали короче в деревню тут вроде как бы почистили вот но до дома пришлось прорубаться тут почистили везде короче почистили сейчас дом затопил пока вот сделаем ну и будем сидеть купить слышу как кто-то там что-то скребет скорее всего это александр снежок чистят вот вчера поздно приехали было все закопано и тут как бы все деревни скинулись прочистили дорогу а уже как бы на участке и подход пришлось раскапывать самим но пока вчера дом топили вот это мы с супругой прокопали потом пришлось уже сегодня копать остальное в планах у нас конечно сегодня что вот там вот груша стоит он начал спиливать попробуйте и спилить потому что она практически несъедобная но ужасные эти плоды такие маленькие и невкусные но от нее мусора столько здесь все засыпаны этими грушами и не знаешь что сделать поэтому вот я уже тут лестницу сколотил чтобы повыше было вот вроде два ствола немножечко подрезал он пила на дереве висит сейчас короче полезу еще несколько сучков спилю вот и надо сегодня успеть ее ну хоть как-нибудь об кромсать а здесь вот тоже большой куст стоял блин он рос вообще как веник огромный такой его пилил пилил и корня а корни до сих пор дают но отростки и вот но сюда навалили деревяшка хочу сейчас снег сойдет будет чуть потеплее но так сыра и хочу вообще все поджечь что спалить это все так что вот так вот туалет будем переносить а то он как то блин почти посередине участка в планах конечно его вот в тот дальний угол переставить так что вот вот так вот ну и соответственно всех с прошедшим 23 февраля вот сыночек у меня служат и ему тоже поздравление передаю чтобы все у него было ровно и хорошо на улице минус 13 колодец который нам копали сейчас мы очистим и хочу заглянуть посмотреть сколько там воды и в каком состоянии вообще там все находится поэтому вот принес лопату сейчас почистим очистим и заглянем внутрь глянем что там в колодце так почистили самое главное это где крутить ручка и подход все это почистили замерзом открываем йог макарек вот это красотища смотрите какие кристаллы обалдеть и это вот так вот все по кругу а то с полной а там чего внизу короче кольца 4 воды да ладно будем набирать воду красота-то какая-то оси углер и никто бы не подумал шикарно ладно прикроем однако красотища какая ваша жена скажет будем вот таскать слушайте никогда не думал что спил деревьев это такая каторжная работа еще и к тому же опасная того и гляди короче улетишь бензопила тут моя чем я работаю он сколько уже поспиливал тут вот сколько порушил это моя страховочка блин тут кусок отрезал он завис сейчас спущусь вниз буду его чтобы он упал и никого не побил тяжко а так конечно воздух какой деревня люблю деревню короче самая опасность которая ощутил на себе при спиливании вот этой ненужной груши дикой это когда ты находишься на самом верху с бензопилой то сразу приходит мысли блин как бы не отпилить себе конечности потому что там наверху может быть все что угодно не так пошел сучок не так начало падать дерево что-то где-то зацепилась что-то толкнуло лестницу ну и в итоге короче можно махнуть бензопилой как шашкой их ну и могла отка отскочить конечность либо нижняя либо верхняя либо средняя но самую тяжелую часть работы сделал останется потом эти столбы прям под корень и рубануть вот я их может быть срежу под пенечки а потом когда снег растает пенечки максимально самом низу спилю и и попробую засверлиться и уничтожить сами корни так что пока вот такая стадия у нас продолжим работать царить сколько снега навалило вот там в углу стояли две 200 литровые бочки получается что бочку одну треть не видно короче по первое ребро ну вот у бочки допустим три ребра раз два три вот по это ребро больше 50 сантиметров вот так он с козырёчек сделал на трубу его не было и когда не было этого козырёчка когда затапливаешь печку то дым шел в дом сделали вот эту шапочку этот козырёчек и стала печка лучше затапливаться ну и плюс наверное сыр и снег туда перестали падать в общем как бы просто посмотрел на том доме посмотрел на том доме есть такой зонтик там есть зонтик такой вот там вот тоже есть здесь вот за деревьями плохо видно но тоже есть там есть теоретически на каждом доме есть и у нас не было и вот я полез и сделал такой вот козырёчек ну вот работает прекрасно сколько сейчас времени 1711 вот 1711 и луна видна он даже видно марсоход ездит наш советский пахнет как дровишками вон солнышко вышло это собираемся почему мы так рано собираемся потому что когда мы встали на улице было минус 35 в доме он девять градусов все замерзла газа мерз короче все решили ехать домой